А пока весь мир напряженно следит за чемпионатом мира по футболу, в Славянске-на-Кубани разворачиваются свои жаркие футбольные баталии. На базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» проходит ежегодный турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора. С началом лета на Кубани стартовал крупнейший футбольный турнир для детей. Главный трофей, который достанется победителю Кубок губернатора. Соревнования проходят среди дворовых команд во всех муниципальных образованиях края. В нашем районе в нём примут участие все юные футболисты. Турнир проходит в четыре этапа в трёх возрастных категориях. Он позволяет выявить талантливых ребят, да и в целом занять их полезным и интересным делом в летний период. На базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» подходит к завершению муниципальный этап соревнований. В возрастной группе 2005-2006 годов рождения за выход в следующий зональный этап приехало побороться 13 команд со всего района. Все игры получились яркими и зрелищными. На поле поиграть выходили даже девочки. Влада Саможенова играла за команду Протокского сельского поселения и смогла забить гол ворота соперников. В итоге команда Протокского победила Анастасиевцев со счётом 5-0. С таким же разгромным счётом 5-0 окончилась игра и между командами Коржевского сельского поселения и спортивной школы «Юность» в пользу коржевчан. Ворота своей команды успешно защищал юный вратарь Тимофей Щербаков. В будущем он мечтает стать известным футболистом. Я занимаюсь футболом три года, хожу на секции. Мне нравится вратарь Игорь Акинфеев. Я люблю защищать ворота и поэтому хочу стать вратарём. По итогам муниципального этапа турнира в каждой возрастной группе определят победителей. Они будут представлять наш район на зональном этапе соревнований, который начнётся уже в эту пятницу. Пожелаем нашим юным футболистам спортивной удачи и интересных игр. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».